Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас точка F13. Джан Мэнь является точкой, с помощью которой мы можем повлиять на сонную артерию человека, как всегда, традиционно. Мы говорим, кто не понимает, о чем речь, анатомические сайты вам в помощь. Это главная кровеносная система, либо сосуд шеи, лица и головного мозга. Чаще всего западная медицина нам говорит, что если у человека проявляется стеноз сонной артерии, то это что может быть скорейшим проявлением инсульта. Либо стеноз сонной артерии, так называется заболевание сонной артерии, является предвестником инсульта, нарушением мозгового кровообращения, кто может привести, извиняюсь, еще повторяюсь, к инсульту. Но к этой точке F13 Джан Мэнь, смотрим, как представляется меридиан печени и внутренний канал, мы еще добавляем меридиан желчного пузыря, он точно так же контролирует сонную артерию. Так как они работают вместе, в паре, то уже вам нужно восстанавливать этих два меридиана. И не забывайте, эти два меридиана задают ритм всем пяти элементам. Поэтому помните, диагностика 12 меридианов нам в помощь. И если у человека есть проявление нарушения мозгового кровообращения, конечно, это предвестники инсульта и не только, но в восточной медицине рассматривают немножко по-другому инсульт. Это проявление тех меридианов, которые отвечают за головной мозг. Это меридиан печени, желудка, желчного пузыря, тройного обогревателя, тонкого кишечника, мочевого пузыря. В каком состоянии эти меридианы? Сразу мы задаем вопрос, на который вы должны дать четкий ответ. Многие не дадут вам четкий ответ. Почему? Они не делают диагностику, не знают. Но зато восстанавливают головной мозг. Что же ты восстанавливаешь, если, допустим, меридиан в мочевом пузыре не работает лет 20? Либо меридиан желчного пузыря уже в гипотонусе лет 12? А если меридиан печени воспален постоянно, уже лет 30-40 у человека, он никогда не расслаблял его, не знает даже, что такое расслабление. Либо меридиан желудка, всегда воспален у человека. Либо меридиан тройного обогревателя не выполняет функцию, которая контролирует гипоталамус, таламус и все функции, гипофиза и не только. Вот вам, пожалуйста, мы привели эти меридианы. Тут еще меридиан сердца можно включить. И не только. Поэтому помните, диагностика 12 меридианов, но в помощь. И всегда, обязательно включается точка F13JMEN, если у человека есть проблемы с проявлением стеноза сонной артерии. Более подробно об этой болезни, пожалуйста, анатомические сайты вам в помощь. Данная точка у нас является универсальной. При всех воспалительных процессах она расслабляется. При всех слабостях и вялостях нашего организма она тонизируется. И не только. Спасибо за внимание.